Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас со себя на лайв-канале. Сегодня у нас будет простейший гайд для новичков, как смазать кулера, как устранить шумы и вибрации, которые издают старые подубитые кулеры. Для этого я отобрал сегодня две вот таких соточки. Этот, по-моему, 2005 года. Так, 2006 года вот этот кулер термалтейковский. И вот этот Glacial Tech, по-моему, тоже 2006. В общем, очень старые кулера, и они очень сильно шумят. У вот этого кулера есть прям такой свист во время вращения. Ну, вы сейчас не услышите на петличку, неважно, в общем. У этого кулера есть свист, люфт минимальный. Всегда проверяйте кулера перед смазкой на люфт. Как это проверить? Вот так берете и шатаете. Если видите, здесь все нормально. Кулер не шатается. Если в вашем случае кулер, крыльчатка будет шататься в разные стороны, все, этот кулер точно на выброс, смазка ему уже не поможет. Потому что даже если вы туда смазки намажете, все равно крыльчатка будет уходить в разнос, будет создаваться гул, и она может цеплять кулерами за боковые стенки. С этим кулером все нормально, его нужно только смазать. Там просто высохла смазка за эти годы. Давайте проверим вот этот Glacial Tech. Тоже люфт есть, есть, да, но он минимальный. Вот такой люфт допускается, видите, ну миллиметр где-то. Ничего страшного. Здесь тоже посвистывание есть при работе. Так что сегодня будем обслуживать два вот таких вот кулера бюджетных. Что нам для этого нужно? По-хорошему нам нужен обезжириватель, но не обязательно можно обойтись и без него. Нужен вот такой пинцетик или что-то подобное. И нужна смазка. У меня вот такая вот силиконовая для замков, для петель. Ну, в общем, такая хозяйственная смазка. Что можно использовать вместо вот этой силиконовой смазки? Можно использовать моторное масло синтетическое. Минеральное не советую, оно быстро густеет. Ну, не очень. Я пользовался одно время минеральным маслом моторным и быстро загустевала смазка внутри. И кулер хреново вращался. Так что масло синтетика автомобильное, масло для коробки передач подойдет, смазка для часов, для часовых механизмов. В общем, много-много разновидностей смазки, которую можно залить при желании в кулера. Графитовая смазка также подойдет, почему нет. Так что, ребята, это все на свое осмотрение. Но я пользуюсь вот такой вот силиконовой. С чего нужно начать при чистке и обслуживании кулера? Как мы видим, здесь у нас кулер весь грязный. С этой стороны он еще хоть куда не шло, но здесь у нас присутствует налет грязи. Вот такие вот шкварки. Поэтому сначала берем влажные салфетки или что-нибудь подобное. Открываем и тщательно все протираем. Потому что мы же будем обслуживать кулер. Негоже грязный кулер обслуживать и смазывать. И вот так вот проходимся полностью по внутрянке. По всему кулеру. Мне много вопросов задавали, как ты делаешь кулера такие чистые, блестящие. Вот никакого секрета. Просто берете салфетку и на нее всю грязь перекатываете с кулера. Обычно пара салфеток хватает, чтобы все прочистить до блеска. Одна использовалась. Проходимся еще раз вот здесь, вот здесь. Чтобы пыли и грязи у нас на кулере перед обслуживанием никакой не было. Вот куда лучше. Грязи нет, вода вот эта сейчас засохнет. Вот с такого вот можно начинать уже обслуживание. Что нам нужно теперь? Нам нужно поднять вот эту наклейку. Glass L-Tach. Учитывайте, что во многих случаях эта наклейка обратно уже не приклеится. Потому что возраст, потому что клей... Да. Все. Эта наклейка, скорее всего, обратно еле-еле приклеится. И вот мы видим, собственно, вот сюда нужно залить смазку. Сейчас смазки нету. Вот, если внимательно посмотреть, практически все сухо. То есть, какие-то остатки смазки за эти 14 лет остались, но смазки нету. По-хорошему, нужно снимать крыльчатку. Вот здесь есть стопорное колечко. Вот оно. Его нужно разжать, аккуратно снять и снять крыльчатку. Прочистить все внутренности. Но давайте первую смазку я вам покажу, как это все сделать без снятия крыльчатки, без чистки. Потому что у нас здесь вроде люфтов никаких сильных нету, выработки, скорее всего, там нету. И не придется это делать. Просто берем, кладем кулер на стол. Берем нашу смазку, либо ваше моторное масло синтетическое. Берем шприц и закапываем вот сюда 4-3 капли, не больше. Потому что банально больше смазки там деться некуда будет, и она у нас выплюнется обратно при работе. Я закапывал 3 капли. И после этого вот так вот, вот такими движениями, все обильно промазываем. Всю весь вот этот вот вал, всю там крыльчатку внутри, весь подвижный механизм. И руками сами прокручиваем, чтобы смазка попала во все щели. Чтобы не осталось никаких мест без смазки. Все. Вот видите, передернули тут. Все. Отлично. Один кулер смазан. Это я вам показал способ смазки без снятия крыльчатки. Сейчас на втором кулере, на примере второго, посмотрим более сложный, так сказать, вариант. И более сложный вариант нужен для, если уже есть люфт, если есть подозрения на выработку. Все. У нас, благо, обезжириватель не понадобился. Наклейка хорошо приклеилась обратно. Вместе с резиновым колечком, которое закрывает наш мотор. Все. Кулер готов. Все. Свиста нет. Офигенно. Еще послужит. Обычно не меньше года служит после такой смазки. То есть, минимум год он у вас проработает. Если, опять же, я как говорил в начале, если нет люфтов самой крыльчатки. Все. Можно откладывать в коробочку и пользоваться дальше. Все будет прекрасно работать. И вот давайте на примере вот этого вот термалтейка я вам покажу, как все-таки снимать вал. Снимаем наклейку. Осторожно. Вот тут вот есть резиновый оплотнитель такой. Его хорошо бы поддевать иголочкой, но у меня сейчас иголочки нет. Будем грубо его поддевать. Сняли резиновый оплотнитель. И смотрим. У нас здесь внутри тоже смазки нет. Ну, неудивительно, а тоже кулер там 2007 года. 12 лет ему. Да, смазки вообще нет. Если на том хотя бы был намек на смазку, сверху что-то оставалось. Здесь смазки нет от слова совсем. Что мы делаем? Вот это стопорное кольцо. Нам нужно мало того, что осторожно снять аккуратно. Нам еще нужно будет его поставить на место. Поэтому давайте. Оп. Вот о чем я и говорил. Теперь я буду его искать. Осторожно не получилось. Благо у меня оно нашлось моментально. Вот такие ошибки, как я, не делайте. Снимайте его предельно аккуратно. После того, как мы сняли стопорное кольцо, мы можем вот таким движением, главное не сильно, оп, и снять нашу крыльчатку. Вот что представляет из себя разобранный кулер. Как видим, здесь у нас почернений никаких нет. Все нормально. То есть кулер еще отработает не один год. Просто нужно смазать. Как вы видите, много пыли, обилие пыли, грязи. Берем, как обычно, нашу любимую влажную салфеточку. И вот здесь вот проходимся. Все убираем. Вся эта грязь сама липнет к влажной салфетке. Вам даже заморачиваться не нужно. Продуваем также воздухом. В моем случае это губы воздух. Все, убрали основной пыль. Как видите, все стало куда чище. И точно так же все это убираем здесь. Осторожно, без фанатизма. Но грязюку всю убираем. Что, ребята, как можно смазать вот такой разобранный кулер? Да, все то же самое. Можно налить прямо вот сюда. Видите? Вот здесь у нас вращается наш шток. И можно налить прямо сюда и сразу ставить крыльчатку. Наливаем две капли. И ставим крыльчатку на место. Все. Лишняя смазка вышла. Она мне на стол капнула. Можно еще капнуть вот пол капельки буквально сюда. Так сказать, на будущее. Все. Пол капельки капнули вот сюда вот. Все. Теперь самое сложное. Если вы все-таки решили. Я же не советую. Если нет предпосылок на то, что у вас там выработка и надо счищать грязь оттуда. Я не советую никогда разбирать вот так кулер. Просто капайте, как в первом случае. Теперь нужно поставить этот стопор на место. И это ни хрена не просто, ребят. Видите, как я изгаляюсь. Без наличия нормального инструмента. У вас на это уйдет много времени. Все. Мне таки это удалось сделать. Стопор на месте. Видите. И кулер. Опять же вот так повращаем его. Чуть пошатаем, чтобы смазка хорошо везде проникла. Все. Гул ушел. Кулер работает в штатном режиме. И вот теперь нам пригодится. Чуть-чуть обезжиривателя. Вымачиваем нашу влажную салфетку. В обезжиривателе. И видите, я вот тут загвоздал. Вот смазкой. Смазка просто так никуда не денется. То есть ее просто так не сотрешь. Водой или чем-то. Обезжириватель для этого подходит идеально. Обезжириваем нашу поверхность. Иначе мы с вами приклеить наклейку на место не сможем. И ставим нашу заглушку резиновую. Видите, обезжирили. И все равно смазка вот тут чуть вылезла. Где резиновая заглушка. Так, все. Ждем, когда сейчас обсохнет. Станет сухим это место. Все буквально на глазах. Оно прямо обсохло. Жирных следов масла у нас нет. И клеим нашу наклеечку Thermaltake. Обязательно на обезжиренной поверхности. Да, пусть под ней теперь пузыри. Видно, что ее вскрывали. Но ничего страшного. Мы же с вами. У нас бюджетный ремонт. Все, ребята, готово. Кулер Thermaltake соточка. Тоже оживлен. Вибрации и шумов не слышно. Можно пользоваться. Можно ставить дальше сборки. И еще, как я говорю, минимум год он прослужит без каких-либо нареканий. Может быть даже больше. Видите, сколько ему лет. У него там весь мотор в идеальном состоянии. Даже потемнение нет нигде. И вот этот простой вариант без разборки тоже подойдет многим, чтобы не заморачиваться. Капнули со шприца. Я знаю многих умельцев, они даже капают сквозь эту резинку. То есть берут шприц обычный медицинский. Ну, вы так не делайте, я просто рассказываю. И сквозь резинку прям туда вставляют иглу, не разбирая ничего и смазывают. Ну, вот такие тоже есть умельцы. Но я бы этот способ не рекомендовал. Так что, ребят, вот такое вот простейшее видео. Надеюсь, оно кому-нибудь помогло, поможет. Вот так можно воскресить ваши старые убитые мертвые кулера, которые гудят, пердят и мешают вашей работе компьютера. Все элементарно. Надеюсь, мой гайд кому-нибудь пригодится в этой жизни. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии, как вы смазываете. А, еще хотелось бы сказать, да, в конце чуть не забыл. Есть кулера на магнитной подушке, есть кулера керамические. Там, в принципе, нет вот этого отсека. Если ваш кулер, вы разбираете свой там какой-нибудь дорогой кулер, не знаю, Zalman, какой-нибудь Be Quiet, и у вас нет вот этой резиночки, то есть некуда заливать смазку, значит, и ваш кулер другого типа, и он не смазывается. То есть, если он начал гудеть, там, шуметь всего, это уже замена кулера. То есть, нет смысла туда лезть и пытаться что-то отремонтировать. Потому что кулера на магнитной подушке вы вот таким образом не почините. Если вы туда масло нальете, они просто уйдут сразу на тот свет. Так что, такие дела. Все, теперь точно, ребят. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok